Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Елена, я представляю отдел продукта компании Annex Tour. Прошу поставить плюсик, если меня хорошо слышно и хорошо видно, и мы будем начинать наш вебинар. Благодарю, Евгения, спасибо большое за обратную связь. Значит, давайте будем начинать. Структура нашего вебинара будет состоять из двух частей. Первая – это вводная часть, общая информация касательно данного направления. И дальше мы с вами пройдемся по отельной базе. Данные вебинары будут проходить периодичностью раз в 10 дней ориентировочно. То есть расписание всегда доступно на сайте. Я вам рекомендую просматривать и участвовать в каждом из вебинаров. Во-первых, у вас есть возможность задавать вопросы. Во-вторых, мы делаем для вас специально выборку отелей, которые являются топами продаж. То есть, которые вы реально будете активно продавать в сезоне. И вот это второй вебинар, который касается будущей полетной программы 2001-2002. Вот здесь как раз собраны самые сливки продаж. И сегодня я остановлюсь на каждом из этих отелей. И расскажу вам специфику, как правильно подавать отель, кому подавать, какие есть достоинства и нюансы, не будем называть их недостатками. Кому продавать правильно и какие у нас были детали при продажах в сезоне. И какие отели можно продавать просто с закрытыми глазами. То есть, даже не задумываясь, и все гости остаются только довольны, по каким нет ни одной негативной фидбэка, ни одного негативного отзыва, ссылаясь на прошлый сезон чартерной программы. Ну, давайте будем переходить, чтобы более эффективно время друг друга. Значит, мы летаем на Азур-Эйр, у нас прямой авиаперелет, 8 часов без дозаправок. С 8 декабря летит наш собственный чартер по средам и субботам. Цены уже вывешены на многие отели, но постепенно будем добавляться по плану. До 15 августа у нас будут загружены 90% отелей, которые мы калькулируем на сезон. Обратите внимание на это, это очень важно, потому что Мальдивы это такой продукт, который покупают в основном заблаговременно. Также обращайте внимание на всего 12 мест бизнес-класса, перелет дальнемагистральный, контингент, сами понимаете, какой средний и выше среднего. Поэтому рассчитывать на то, что бизнес-класс будет докуплен в последний момент более дешевой стоимости не приходится. Поэтому если у вас клиенты притязательные, обращают на это внимание, то лучше бронируйте бизнес-класс сразу. Да, он не дешевый, да, такое направление соответствующее статусу, но это, как показал сезон прошлый, самые востребованные места. Особенно Новый год, Рождество, детские каникулы за бизнес-класс драка, потому что всего 12 мест. Значит, агентством бизнес-класс есть описание, вы понимаете, что там идет отдельное обслуживание, это отдельный отсек в самолете, больше пространства для ног, зона более приватная. Сейчас в период коронавируса многие хотят находиться не в общем пространстве. Поэтому, конечно, есть смысл предлагать, особенно если гости будущего отеля среднего и выше среднего сегмента. Также мы добавили с 1 апреля дополнительную страховку с максимальным покрытием 50 тысяч гривен на одного застрахованного человека, франшиза 15%, ковид-щит. Наверное, вы многие пользовались уже и по другим направлениям. Обращайте внимание, что страховка именно ковид-щит срабатывает на всех участников заявки. И это максимальное покрытие 50 тысяч гривен, но данную страховку можно добавлять или пребронировали, или не позднее, чем за 15 дней календарных до вылета заявки. К сожалению, позже это технически сделать невозможно. Бюджеты туров по Мальдивам высокие, поэтому, конечно, эта доплата очень минимальная. Дополнительная страховка, ведь сразу же туристов консультируйте, что ее желательно сразу при бронировании добавлять. Обращаем внимание, и далее у нас еще будет, что на Мальдивах у нас свой принимающий офис с этого года. То есть мы не пользуемся больше ничьими услугами. Это наш принимающий офис, который находится непосредственно на Мальдивах с этого года, Анекс Тур. Все русскоговорящие сотрудники встречают наш чартер, заблудиться невозможно. То есть офис работает полностью на то, чтобы обеспечить качественное, оперативное и прямое обслуживание всех гостей, которые прилетают на нашем прямом чартере. То есть если в прошлом году между нами и бронированием гостиницы были посредники, то в этом году это все прямые контрактинги непосредственно нашего офиса, который базируется на Мале, то есть на Мальдивах. Поэтому это главная новость, которую мы анонсируем в этом году. Вы понимаете, что прямые контракты с нашим объемом будут даны конфиденциальные тарифы. Вы будете иметь возможность это все сравнить. Мы уже видели эти контракты и, конечно, ну не подумайте, что мы как бы достаточно наглые, но я вам скажу честно, что конкурентов будет мало в этом году по Мальдивам и Анекс Тура, если сказать, что вообще их не будет. Поэтому, пожалуйста, просматривайте вебинары, чтобы вы были готовы к активному сезону, потому что в этом году ставки на Мальдивы очень высокие. Вы сами поняли по прошлому сезону, что направление очень популярное. Рейсы у нас все были загружены и многие заблаговременно. Также обратите внимание, что до конца июля до сих пор действует акция Winterfest, раннее бронирование зима 2001-2002. Это очень нужная информация, потому что на Мальдивах, первое, во-первых, сами по себе акции действуют по резортам и бесплатные ночи, обретые питания, бесплатные трансферы. И Мальдивы действительно такое направление, куда 90% идет возврат, репитер клиенты. То есть люди летают по два раза за зиму на Мальдивах. Вы знаете прекрасно, что на Мальдивах отдыхают все селебрити. То есть это нынче одно из самых популярных направлений. А с прямым чартером, собственно, это дает возможность летать неоднократно за период Нового года. У нас действительно были такие гости в отелях, которые на нашем чартере по нескольку раз за сезон посещали даже один и тот же отель. Поэтому заблаговременное бронирование имеет смысл быть как нигде на Мальдивах, потому что это, во-первых, даст вам возможность полного диапазона выбора категорий самых популярных, таких как, допустим, бич-виллы, фэмили-бич-виллы, которые бронируются в первую очередь. Это первое. И во-вторых, стоимость, конечно, будет существенно ниже, чем когда уже акции раннего бронирования невозможно будет применить. Наша акция очень лояльная, то есть вы должны за два банковских дня внести всего 20%, 80% оплаты, не позднее за 30 дней до вылета. Вы понимаете, что для Мальдив это очень лояльные действительно условия. Также есть дополнительная комиссия, значит, 1%, и также если дополнительная комиссия 3%, но это все действует у нас, значит, до конца июля. Поэтому спешите, если у вас есть реальные туристы, у нас уже есть бронировки, бронируйте, пожалуйста, и вы получите на выходе прекрасную комиссию, и ваши гости останутся довольны тем, что они отдыхают дешевле, чем у соседей, причем эта разница будет существенная. Также у нас на сайте важная информация, безпечные подорожи, есть правила проезда на Мальдивы. Ну, значит, ПЦР-тест делается не раньше, чем за 96 часов до вылета, и обратите внимание, что тест обязательно делать для детей от одного года. В прошлом году были случаи неприятные, поэтому надо обращать на это внимание. Ребенку 2-3 года, то есть все, что от одного, обязательно нужен ПЦР-тест. Анкета здоровья также на вылете, на прилете заполняется. В принципе, на сайте у нас есть даже пример, то есть я думаю, что многие уже делали это, имели данную практику, поэтому, в принципе, если какие-то вопросы по заполнению, то, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда рады вам ответить. Значит, общая информация, 26 атоллов, ориентировочно 1192 острова, вы знаете, что точное количество островов на Мальдивах действительно неизвестно. Значит, атоллы сгруппированы в двойную цепочку, и это около 90 тысяч квадратных метров. Обращайте внимание, что плюс 2 часа разница с Украиной, и обязательно оплата налогов идет 10-12%, то есть в сумме 22 налоги распространяются на все, чем пользуются гости на Мальдивах. Начинают питание в ресторанах, спа-процедур, экскурсии, то есть, пожалуйста, это очень часто мелким шрифтом написано внизу, на это надо обращать внимание. Также при бронировании, когда вы нажимаете на стоимость и далее пересчитать, у вас автоматически подтягивается рентация, собственно, курортный сбор, который является обязательным за пользование рекреационным ресурсом Мальдив, в том числе и на ребенка. 6 долларов за одного человека. Значит, мы видим на следующем слайде карту Мальдив, видим карту атоллов, то есть это такие сгруппированные острова, и уже в зависимости от отдаленности аэропорта прилета, значит, идут атоллы ближе или дальше. Есть два типа трансферов на Мальдивах, это гидросамолет, более дорогой, быстрый, комфортный трансфер и также лодка. Значит, если остров расположен ближе к аэропорту прилета Мальдив, то эта скоростная лодка, это от 10 минут до часа зависит от того, насколько далеко расположен остров. И также гидросамолет, это который взлетает с воды, садится на воду, в принципе, самый красочный тип трансфера, самый дорогостоящий, быстрый, то есть ВИП-гости с возможностями, и не ВИП, которые тоже имеют такую возможность и понимают, что это существенно комфортнее, всегда выберут гидросамолет. Альтернатива гидросамолету всегда есть внутренней авиалинии плюс лодка, это комбинированный трансфер, более дешевый, но если есть возможность, рекомендую вам все-таки клиентам объяснять, что после дальнемагистрального перелета есть смысл доплатить за более скорое прибытие на остров, и не такое утомительное именно на гидросамолете. Значит, есть всего две авиакомпании по гидросамолетам на Мальдивах, с какой конкретно полетит гость, это уже зависит от контрактинга между резортами и транспортными компаниями. Остановлюсь только на некоторых важных моментах, что гидросамолеты летают в дневное время суток, то есть зачастую это с 6 утра до 17.00, конечно, они зависят от погодных условий. В связи с пандемией было уменьшено количество пассажиров в гидросамолете не больше 15, то есть это более приватный тип транспорт, чем внутренние авиалинии и лодка. На это надо обращать внимание. Значит, всем путешествующим на гидросамолете выдаются беруши, это помогает шум двигателей регулировать. И, конечно, самые красивые виды за бортом, самые красочные и живописные фотографии, сделанные и видео именно во время транспортировки на этом популярном трансфере гидросамолет. То есть я это вообще считаю, что это как полуэкскурсия, в принципе. Поэтому есть смысл, конечно, настаивать туристам по возможности, чтобы они, если есть альтернатива, все-таки доплачивали за более дорогую альтернативу именно гидросамолет. Значит, точное время всегда сообщается вечером авиакомпании накануне, то есть заблаговременно, когда вы нам пишете вопросы, скажите, во сколько будет точно гидросамолет. Вот мы это не знаем и вас не сможем проинформировать. Значит, и по прилету, по факту точное время вылета как гидросамолета, так и внутренних авиалиний может меняться. Это зависит от различных факторов, в том числе и от погоды. Также обращайте внимание, пожалуйста, что на нашем международном рейсе Азур-Эйр основной багаж 15 килограмм, ручная кладь 7 килограмм, а внутренние авиалинии основной багаж идет 20 килограмм, а ручная кладь 5 килограмм. И также в гидросамолете, то есть есть разница в багаже. Поэтому рекомендую, дабы не доплачивать штраф в размере 5 долларов за перегруз по гидросамолету и внутренних авиалиниях, все-таки ориентироваться на наш багаж 15 плюс 5 или уже перекладывать по месту. В принципе, на практике не придираются в гидросамолетах, на внутренних авиалиниях могут придираться. Поэтому здесь как бы все зависит от человеческого фактора. По поводу питания на борту. Во время трансфера, если это лодка и отели среднего, выше среднего класса выдается только вода, на гидросамолете бывают также лаунжи, отели высокого класса, там есть легкие закуски, кофе, чай, вай-фай. Но это не все отели, которые именно проплачивают данные бизнес-лаунжи. Например, один из самых популярных отелей – Лили Вич. И таких отелей много. Очень вы знаете этот сегмент. Наш международный перелет идет два раза питания. Один раз горячее питание, один раз горячие закуски идут. В бизнес-классе, конечно, питание более разнообразное и есть алкоголь на выбор. Поэтому, конечно, питание между бизнес-классом и экономом отличается. По комплектации вы видите всегда борт напротив полетных данных. Нажимаете на сидение и вы видите комплектацию борта, который запланирован непосредственно в эту дату. Также обращу внимание, что доступна всегда услуга по выбору мест. И эта услуга действительно пользуется популярностью на трансконтинентальных перелетах. Поэтому рекомендую вам все-таки заблаговременно выбирать места в самолетах. Потому что по остаточному принципу зачастую места остаются во второй половине борта. И если для людей это является принципиально, так как перелет достаточно долгий и трансконтинентальный, то есть смысл все-таки об этом заблаговременно подумать. Далее мы перейдем с вами к отельной базе. И я хочу, чтобы вы увидели данный список отелей и поняли для себя, что это действительно одни из самых продаваемых отелей в прошлом сезоне. Я думаю, многие агенты согласятся со мной, что уже что-то из этого списка продавали. Особенно крайний отель в нашем списке в Малахине Кудабандос, куда весь чартер новогодний летел, аннекс тура, прямо все номера были программированы заблаговременно. Но мы к нему придем, и я вам расскажу все нюансы. Поэтому будьте внимательны. Значит, что важно при продаже отелей на Мальдивах? Во-первых, такого разнообразия диапазона выбора отельной базы, как на Мальдивах, вы найдете мало где. То есть действительно, Мальдивы предлагают такой широкий выбор, начиная от гесткаусов отелей среднего сегмента и заканчивая лакшери, ну что просто разбегаются глаза. Есть действительно такое мнение, что Мальдивы это только для VIP-сегмента, это очень дорого. Нет. Мальдивы поменялись, есть очень много отелей доступных по ценовой политике, среднего сегмента и, конечно, для самых изыскательных клиентов, также там диапазон выбора максимально огромный. Я даже и не припомню, где есть такой действительно широкий выбор. Поэтому мы с вами, как продающие это направление агентство и туроператор, должны все-таки знать базу. И когда мы предлагаем альтернативные отели, понимать, где плюс-минус можно быть одинаковый сегмент. Значит, перед тем, как продавать туры на Мальдивы, я вам сейчас, может быть, такие нюансы рассказываю, которые многие из вас знают, но действительно задаю такие вопросы. Вам надо обязательно у клиентов уточнить некоторые нюансы, которые потом могут всплывать в процессе уже того, как вы сделали предложение. Значит, первое, очень важна локация острова. Есть действительно гости, для которых принципиально, чтобы остров находился недалеко от аэропорта прилета, и они принимают для себя только вариант трансфера лодка. Поэтому это уже сужает диапазон выбора. То есть сразу уточняйте, насколько люди готовы перемещаться внутри Мальдивских островов. В принципе, скажу вам честно, чем ближе к акватору, тем лучше коралловый риф. Поэтому, если для людей есть приоритет дайвинг, снорклинг, есть смысл все-таки выбирать отели, которые идут дальше от Мале, и, соответственно, будут гидросамолеты или внутренние авиалинии плюс лодка. Но есть и альтернативные варианты ближе к Мале, тоже с шикарным коралловым рифом, и мы сегодня, кстати, их рассмотрим. То есть логистика на Мальдивах очень важна еще в процессе выбора. Также сразу уточняйте бюджет поездки, потому что на Мальдивах действительно очень широкий диапазон ценовой политики, и надо изначально понимать, какой сегмент нам вам рекомендовать или вам, соответственно, рекомендовать клиенту. Потом обращайте внимание, следующий еще размер острова. Есть действительно гости, которые концептуально не хотят жить на маленьком острове. То есть для них изначально принципиально, чтобы остров был большой. И исходя из этого уже надо делать подбор. Есть, которые любят больше как будики отели. Вот, например, как Банян-3. Это маленький зеленый остров, он как бутик спокойный. Дрифт тоже маленький, как бутик с маленьким количеством номеров, очень такой релакс-стайл. Поэтому это надо на первичном этапе уточнять. Активность в отеле. Есть отели абсолютная тишина, абсолютный сайленс, релакс, умиротворение, упокой. Есть отели динамичные, которые, ну, look like Турция, похожи на, грубо говоря, на такие активные, классные варианты Турции. Например, Аято, который у нас нет в списке, Робинзон очень активный. Потом Фуроверио активный тоже отели. Есть детские клубы, динамичные квесты, игры, всевозможные развлечения, бесплатные экскурсии по коралловым рифам. То есть волейбол, баскетбол, теннисные корты. Все это влияет на выбор. И это же создает атмосферу курорта. Поэтому важно понять ожидание, какой атмосферы будет. В принципе, и вот еще очень важная деталь. Вы должны сразу четко понимать, гости хотят жить на земле. То есть это бич, бунгало. Они бывают с приватными бассейнами, без бассейнов, с жакузи. То есть всевозможных метражей, family. Но это всегда бич, это берег. Или буты, бунгало. Значит, это которые на сваях воду, соответственно, вынесены. Потому что это принципиально разный отдых. Да, бывает такое, что гости хотят пол периода отдыха провести на земле, пол на воде. У нас очень много таких запросов. Мы так бронировали много. И это тоже нормально. Тоже так же можете предлагать это своим туристам. Это интересно. Во-первых, это разный фотосет. И это ощущение эмоций разной. Мы путешествуем в первую очередь для чего-то, для того, чтобы получить эмоции. Поэтому мы, как агент-оператор, можем организовать максимальный объем этих эмоций. И вот давайте уже переходить с вами к продаже непосредственно отелей. И вот на первом слайде YandMe Co. 16+. Отель только для взрослых. Отель бутиковый. Вот мы видим сразу слева с вами прекрасный слайд Waterville с бассейна. Что дает такая Waterville? Конечно, приватность дает. То есть ощущение, что ты сам находишься на необитаемом острове. Значит, во-первых, курорт изначально релакс, потому что с детьми не предусматривает. Конечно, идеально подходит для семейных пар, романтических путешествий, какие-то годовщины. В 2019 году открыт достаточно новый, но уже очень популярный. Трансфер 45 минут на гидросамолете. Можно также внутренние авиалинии плюс лодка. Но в данном случае рекомендую, конечно, гидросамолет по возможности. Значит, в отеле 109 вилл. И вот обратите внимание, что здесь 99 вилл водных. То есть, по сути, если изначально к вам клиенты приходят и говорят, что хороший, спокойный отель без детей с виллами на воде, вот, пожалуйста, Юэн Дми даст вам максимальный диапазон выбора здесь. Питание шикарное в отеле. И, значит, главная особенность, вот мы на фотографии показали вам, это подводный ресторан H2O. Огромные полотна из стекла, в том числе и над потолком открывают панорамный вид на океан с рыбками, с акулами, с мантами. То есть, это такая фишка, конечно, Мальдив, подводные рестораны. И один из самых живописных всегда входит в топ лучших подводных ресторанах на Мальдиве. Это как раз ресторан H2O в Юэн Дми, как у Мальдивос. Значит, сколько стоит покушать в этом ресторане? Эти всегда рестораны под водой. Это а-ля-карт, они ни в какие системы не входят, всегда экстра-чарт за дополнительные деньги. Значит, поужинать в таком ресторане стоит от 100 и выше долларов на человека без учета напитков. Честно говоря, в среднем это получается 150-200 долларов на человека. Ну, уровень отеля не низкий, это, в принципе, престижно, лакшери, да, рестораны под водой, ценовая политика, соответственно. Обзор 360 градусов, панорамный подводный ресторан. То есть со всех сторон все видно. И те цены, которые я вам назвала покушать, вы обращайте внимание, что еще дополнительно облагаются на логом, обязательными таксами. Мы с вами изначально это оговаривали. Значит, что еще? У хороших тут подводный мир, то есть хорошо можно снорфингом заняться. Соскаты, манты, черепахи, рифовые акулы, все новое. Если ищет спокойный остров для взрослых с вилами, приоритетно на воде, с хорошим питанием, дизайнерский, итальянский, выдержанный во всех деталях, you and me, как он, будет правильным выбором в соотношении цена-качество. То есть это еще не линейка отелей лакшери, там, классы безумно дорогие, но уже с такой очень серьезной претензией на уровень однозначно выше среднего. Поэтому вот как раз золотая середина выше среднего, это you and me by kakun. Кстати, в прошлом году очень активно бронировался и хороший по продажам, ни одного негативного отзыва по данному отелю мы не получили. Дальше, следующий отель, тот же хозяин, тот же менеджмент, открыт раньше, в 2016 году, kakun Maldives, тоже дизайнерский, но более дешевый сегмент. И здесь с детками мы уже отдыхать имеем возможность. 30 минут на гидросамолете, красивые очень детали, дизайн номеров, баров, ресторанов, все разработано эксклюзивно итальянской компанией. Остров небольшой, красивая тропическая растительность, значит, недалеко возле острова находится 50 точек для дайвинга. То есть есть возможность, пожалуйста, экскурсии, рыбалка, шикарно подходит для размещения с детьми. Есть всевозможные виллы, и family, и beach, активные очень в течение дня, много интертеймента. Вечером живая музыка, дискотека, отель очень живой, есть караоке. К отелю привыкает великолепная песчаная каста, ежедневно идет позиция замена в меню, очень вкусное питание, десерты, мороженое, фрукты, суши. То есть в плане гастрономии вопросов вообще не будет. Хорошая очень природа. Ну, честно вам хочу сказать, кто продавал как он, тот знает, что он в рекламе уже не нуждается, потому что отель очень раскрученный, есть русскоговорящий персонал, рынок Асангей его знает. Очень часто бывает такое, что посчитайте как он, потому что ездили друзья, родственники или уже едут туда, компаниями ездят по 3-4 номера, поэтому обратите внимание на него. Потому что, в принципе, есть все для любого отдыха, начиная молодожены, дайверы и самое, конечно, главное, это отдых с детками. То есть тут, в принципе, все для этого есть. Обслуживание прекрасное, хорошее спа, значит, два раза в день бесплатные экскурсии по снорклингу на коралловый риф. Очень хороший центр годного спорта, потом три ресторана, есть два бара, очень вкусное питание на гриле, тематические вечера разнообразные и гастрономические в том числе. Романтические ужины на двоих могут быть организованы. Значит, главный ресторан «Оскопус», получается, он сделан как небольшие соломенные хижинки и такие звилистые дорожки. Отсюда и название ресторана в переводе «Осминог». И там стоят разнообразные кулинарные станции, которые предлагают разный выбор кухни, начиная от международной, азиатской, итальянской. Конечно, очень, кстати, много в отеле итальянского мороженого, итальянских вин. Ну, вы понимаете, менеджмент итальянский, как и бьон ми, байкокун. Итальянская кухня, китайский уголок. В ресторане шикарный винный погреб с застекленной стеной. Хорошая детская зона, очень достойный детский клуб в отеле. Напротив детского клуба очень много разнообразных гамаков, где можно отдохнуть. Бар прекрасный, где свежевыжатые соки подаются, хороший спа. На курорте непосредственно работает своя команда пепсов, которые каждый вечер исполняют разнообразные кавер-версии знаменитых исполнителей. Полностью оборудованный дайв-центр. Потом, значит, на что обращаем внимание при продаже? Ну, во-первых, это действительно до продаж, и зачастую бывают в стопе на высокие даты. Значит, виллы достаточно просторные. Отличный дайвинг-снорклинг с детьми для больших компаний. Очень вкусная, разнообразная еда. План питания, все включено. В отеле практикуется и отработан уже давно. Они понимают специфику нашего восприятия данного концепта питания. То есть здесь нюансов не будет. И это почему еще тоже дает такую популярность особенному отелю, потому что многие отели, которыми все включено, они самые востребованные. Бассейн есть, детские мероприятия, ночная жизнь, караоке, хороший спа. В своем сегменте один из лучших по соотношению цена-качество и очень популярен на рынке СНГ. То есть запоминайте этот отель. Действительно для продажи бывает часто. Единственное, не позиционируйте его, конечно, как и в уровень, потому что это такой хороший, качественный, средний сегмент. Значит, дальше мы с вами переходим к двум моим любимым отеля, которые находятся под управлением Ваньян. Я думаю, некоторые даже имели возможность их посетить. Я неоднократно Ангцана Вилавару и Ангцана Ихура. Но начнем с вами с Ангцана Вилавару. Значит, еще раз повторюсь, что владельцы Ваньян 45 минут на гидросамолете или альтернатива 30 минут на внутренних авиалиниях плюс 40 минут на катере после внутренних авиалиниях. Значит, что нового в отеле? Во-первых, скажу вам честно, справа показана специальная вилла, о которой буду говорить. И вот эти водные виллы с бассейнами, по моему мнению, одни из самых красивых и правильно спланированных для восприятия продаж на нашем рынке. То есть обратите внимание на эти водные виллы. То есть если к вам приходят клиенты, которые хотят большую по площади виллу на воде с шикарным инфинити полом, Ангцана Вилавару беспрозрачный вариант. Буду довольны 100%. Значит, то есть одни из лучших водных вилл. Значит, отель делится на островные виллы и ин океан вилл. Ин океан вилл, которые показаны у нас на слайде справа. Элегантный современный дизайн. Ин океан вилл были построены позже, в конце 2009 года. Их достаточно новое. Они все двухэтажные, с собственными бассейнами. Метраж бассейна от 21 до 27 квадратных метров. Обратите внимание на метраж бассейна. В среднем 10-12 квадратных метров приводных вилл. Здесь 27. То есть это действительно просторные бассейны, которые стоят на сваях в лагуне. Потом подвешенный идет над океаном гамак. Бассейны все пейзажные, красивые. Потрясающий вид на океан. И на втором этаже данной виллы идет беседка, где можно, соответственно, встречать знаменитые, одни из лучших миров, восходы и закаты Мальдив. Данные виллы имеют свой собственный ресепшн, свой ресторан и бар, и спа. Но гости водных вилл могут пользоваться всей территорией. А вот на океан виллы нельзя ходить и сбить, соответственно. То есть это как приоритетная зона в отеле. Шикарный коралловый риф, прекрасный дайвинг-центр, водные виды спорта, катамараны, байдарки, вид сорфинг. Пятизвездочный пади-центр дайвинг. Еще раз повторюсь вам, снаряжение для снорфинга предоставляют бесплатно. Детский клуб «Понсана Виловару» на главном пляже, огромный, 200 метров. В детском клубе свой бассейн. И отдельный выход детского клуба на футбольное поле. Три прекрасных ресторана, бар «Азура» – удивительное место над водой с лучшими видами на океан. Итальянский ресторан. Какие плюсы в этом отеле при продаже? Говорю коротко. Плюсы в этом отеле – все. То есть вообще отель 100% классный. Во-первых, прекрасный менеджмент. Команда реагирует на любые запросы и детали в процессе отдыха гостей. Тут действительно очень много репитеров, постоянных клиентов. Отличное расположение острова и атмосфера на острове. Остров маленький, но очень красивый, дружелюбный, внимательный персонал. Прекрасные условия для семей. Уникальные виллы с огромными бассейнами на воде. Хороший очень пляж, прекрасный спа. По активности в плане качества в процессе дня тоже очень хорошо. Есть завтраки а-ля карт, вкусное питание, школа дайвинга. Рядом сайты для погружения великолепные. Хороший домашний кораллов риф. Никаких нюансов в этом отеле в процессе отдыха не возникнет. Только услышите благодарности и просьбу в следующем году подобрать или что-то похожее, или туда же опять поехать. Поэтому продавайте и будут ваши клиенты счастливы, и мы, соответственно, так же. Далее мы переходим с вами к более простому отелю Ангсана, но ничем не хуже. Просто чуть-чуть другой Ангсана и Кур. И мы сейчас посмотрим видеоролик по нему, а я дальше продолжу рассказывать вам детали по специфике продаж сети Ангсана. Сейчас филовара посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok У нас все. Ну всё еще получилось. Сбухнули все. Принципиан. Ну что, на весь день? В принципе вот такие вот такие вот разные. Дайте видеоролик по какой-то простым из этого света. Прямо их не вводит. Да. Прямо их не вводит. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Очень хорошо все качественно оборудовано. Не скажу, что оно там прям новое сияет, только там построили, но оно все изначально строилось очень качественно. Хороший домашний риф именно действительно с разнообразной живностью. То есть не какие-то там вверх и плавают, а прямо вот действительно всевозможные раскраски, черепахи, рифовые акулы. То есть дайвинг один из лучших, соответствующая школа профессионального дайвинга. Природа красивая, сам остров маленький, но безумно уютный, чувствуешь себя как дома, атмосфера очень располагает к отдыху. Питание прекрасное, много морепродуктов, фруктов, хорошие завтраки, полный релакс, классный спад. То есть кто хочет качественный, спокойный отдых недалеко от Мале с шикарным дайвингом и вкусной едой, спокойно, предсказуемо Ангсана и Куру будет очень хорошим выбором для продаж. Также в прошлом году у нас были прекрасные тарифы по этому отелю и очень активное бронирование было этого отеля. И по логике вещей с вами далее мы... Сейчас, секундочку. Сейчас, секунду, у меня не переключается слайд на баньян. Давайте тогда сейчас посмотрим видео. Сейчас, секунду, моя кольева подойдет, секундочку. Потому что что-то зависла чуть-чуть презентация. У меня не переключается. У меня не переключается. У-у-у. Нет. Сейчас, секундочку. Слышите меня, скажите? Поставьте плюсик, если слышно. Не слышно, да? Ну-ка, доска. Ничего, нет. Можете ли это? так слышно меня скажите какие-то другие направления все услышали вы если есть какие-то вопросы переходим на соседний остров владельцами которых являются ансаны банянский не новый скажу вам честно он дороже чем ансана почему он дороже чем соседний ансана честно даже я вам не могу его видеть потому что если вы с вами выбираете ансана или банянский я буду проложить значит он сам я не могу пока найти вопрос ответ на этот вопрос извините концепт у отеля банян не обитральный остров минимальное количество гостей видите как пиратность есть видео анимации в отеле практически нет и отель не считает анимации потому что дайвинг пляж и океан в этом нет никакой нет отель консеревизации детская берута новая для службы хорошая школа дайвинг домашний параллазы очень велик и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но такое бывает и в очень дорогих отелях Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошие спецпредложения дают популярный очень для продаж остров, на котором расположены абсолютно нетронутые от зелени. Обратите внимание, что в отеле есть гарден-билла, минимальная категория, они расположены в глубине острова и окружены зеленью. Честно вам хочу сказать, они больше расположены к блокам для обслуживания гостей и я все-таки рекомендую предлагать гостям категорию от ВИЧ-виллы. Гарден не сильно рекомендую. Самые лучшие пляжные виллы, те, которые находятся ближе к водным и пляжные в фоне с бассейном. Пляжные виллы с бассейном также имеют хороший пляж и прекрасные возможности для снорклинга. Что еще? Разнообразное питание, все включено, любимое на нашем рынке. Буфеты, тематические ужины, всевозможные коктейли. Имейте в виду, что лучше брать все включено по месту алкоголя. Питание достаточно дорогое. Вечерами барбекю на пляже. У пирса каждый день кормят рыб, риповых акул. Можно всегда понаблюдать за это. Домашние кораллы, бариб, несоответственно, у берега скаты, акулы, черепахи. То есть водный мир, прекрасный, красивый подводный ботанический сад. Хороший очень фитнес-центр, сауна парна, джакузи, теннисный корт, столы для настольного тенниса, белья, живая музыка, живые программы, всевозможные экскурсии, тематические вечера, фестиваль мальдивского танца, детские игровые площадки. То есть, понимаете, такой понятный, ожидаемый для нашего рынка, такой полноценный продукт с всевозможными развлечениями и услугами на территории. Хорошие всегда очень отзывы об отеле. Вот когда люди любят смотреть рейтинг, и вот у Фуровери всегда прекрасный рейтинг, то есть на что обращаем внимание при продаже, что нравится гостям. Первое. Шикарный пляж с белым песком, то есть белоснежный по всему периметру острова. Чистый, без всяких волнорезов, мешков, без ничего. У каждой вины шикарный выход, то есть нету такого очень много зелени. Остров действительно утопает удобные современные номера. Еда, супер качество, никаких нареканий не будет. Дайвинг-центр, домашний коралловый риф. Есть также очень много места для расслабления, уединения, русскоговорящий персонал. То есть, в принципе, все в отеле прекрасно. Поэтому и заблаговременно продается тоже точно так же хорошо. И альтернативой, если у нас в Фуровере на стопе, вы предлагаете сразу Фуши Фарм. Следующий наш отель, то есть тот же ценовой сегмент, в принципе, подходящий для тех же клиентов. Отдых с семьями, романтический отдых пары, 35 минут на гидросамолете, 2017 год. То есть, отель тоже будем называть новый. И дом для трех дайв-сайтов. То есть, ЦУ – один из самых популярных мест для дайвинга по Фуши Фарму. Черепахи, китовые акулы, всевозможные обитатели подводного мира здесь можно встретить, пожалуйста, в непосредственном доступе. И потом остров выступает как барьер между лагуной и Индийским океаном. И это делает само пространство на острове очень тихим и спокойным. Сам остров небольшой, рядом много точек для дайвинга, пейзажный очень, хороший подводный коралловый домашний риф. Сам по себе Фуши Фару перевод означает «остров Рифа». Значит, в нескольких минутах езды находится шикарная песчаная коса. Ее используют для проведения свадебных церемоний, романтических пикников. Потом остров расположен между двиноканалами, соединяющими внутреннюю лагуну Атолла с Индийским океаном. И данные Фуши Фару Канду являются национальным морским заповедником. То есть, сами понимаете, что место уникальное, где расположен остров. Поэтому сам по себе остров открытый, и с любой точки острова можно наблюдать безмятежный горизонт. То есть, виды, закаты, рассветы будут самые прекрасные. Нет, как близлежащие острова к Мале, какая-то стройка, вид на Мале. То есть, этого всего не будет. Тут, пожалуйста, самое, как говорится, amazing, самый прекрасный вид будет. И для фотографии, и для наслаждения души. Значит, место вилы одной категории могут отличаться своим расположением и, соответственно, видом. Значит, есть вилы Маканду. Называется это вид на открытый океан. Потом Эхеварели, вид на лагуну. И Канду, Олхи, это вид на канал. Главный ресторан идет в национальной кухне. Открыт для завтрака, к обедах, к ужинах. Бар на пляже. Отдых достаточно разнообразный. Тренажерный зал, спортивные площадки. Экскурсии, дайвинг, спа. Значит, какой делаем вывод? Значит, вывод тот, что отель очень продаваемый. Новый, недалеко, достаточно расположен 35 минут на гидросамолете. Много мест популярных для дайвинга. С морскими черепахами, акулами. Довольно тихий, спокойный. То есть, в принципе, такой продаваемый, хороший отель. И хорошая альтернатива, если фуровери на стопе. Их, в принципе, можно предлагать вот как дабл. Потому что туристы всегда хотят дать нам несколько вариантов. Вот я вам сразу даю этих несколько вариантов. Вот можете вот в таком сегменте фушепару, фуровери предлагать. И омариха вуда. Мы уже не рассматриваем. Там есть записи вебинара. Там был омариха вуда. Сейчас мы с вами перейдем к видео. К Робинзону. Я расскажу подробно об этом отеле. Кто продавал наш чартер на Мальдивах, тот знает, что Робинзон – это хит продаж. У нас было очень много акций с повышенной комиссией, все возможные спешл оффер, которые влияли на окончательную стоимость. И по позиции он зачастую шел одним из первых из пятизвездочных отелей при выборке. Но, поверьте мне, один из самых лучших в качестве продаж и отзывов от клиентов. Ни одного негативного нарекания не было ни на что от этого отеля. Значит, для больших компаний 10-8 номеров, отдых с семьями, вдвоем. Отель до прошлого года не селил с детьми. Сейчас селит, было много вопросов на эту тему. Очень зеленый, популярный, активный. Смотрим видео и дальше расскажу вам нюансы. Единственное, сейчас отвечу на вопрос. Велосипеды все стандартные на Мальдивах. Они регулируются по высоте. Но, в принципе, в отелях среднего сегмента не такого лакшери, как сенево-фужи. Не везде, во-первых, есть велосипеды. А там, где есть, зачастую они стандартные, чтобы можно было их адаптировать для всех. То есть не делят на детские и взрослые. И включаю видео по Робинзон. Робинзон продается для детей любого возраста с прошлого года. И с прошлого года все цены были у нас уже с детками. И очень много семей посетило данный отель. Робинзон с начала 2020 года доступен абсолютно для всех и для семей с детьми. В том числе и очень хорошая имеет для себя инфраструктуру для семейного отдыха. Включаем видео и дальше продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Смотрите, действительно Робинзон продавался очень много на немецкий рынок. Менеджмент остался такой же качественный, клиентоориентированный, но в прошлом году дали нам действительно такие спецсцены уникальные и более доступные он стал. И очень хорошо подтверждался. На что мы обращаем внимание при продаже данного отеля? Рифы возле экватора более жаростойкие. И они потому что привыкли к яркому солнцу, высокой температуре. И вот одни, я вам сейчас скажу, отели, которые находятся ближе к экватору и считаются самым лучшим коралловым рифом. Значит, Аяда Мальдивс, Резиденс Мальдивас Дегурак, Улман и Робинзон Клаб Мальдивас. В принципе, из вот этих всех отелей, которые я вам назвала, самый доступный по ценовой политике, это именно Робинзон. Ну, во-первых, на разных типах, значит, он находится достаточно далеко. Внутренней авиалинии 1 час, катер 30 минут. Великолепный пляж, хорошее размещение, прекрасный пилс-персонал менеджмент, дайвинг непосредственно в близости. Также достаточно большие виллы. Например, Гарден Вилла, которая находится в саду 90 квадратов. То есть, для такой ценовой политики, для такой ценовой политики, это очень хороший метраж номеров. Обращайте, пожалуйста, внимание. Бич Бунгало, следующая категория, 97 квадратов. То есть, супер. Это очень просторный, с прямым выходом к пляжу. Но Бич Бунгало, например, сгруппированный в блоках по два номера. Также снежные, и это может быть хорошим плюсом, когда бронируется семья, там, мама, папа, бабушка и дети. Бич Риллы, 117 квадратов. Они аналогичные Бич Бунгало, но больше по размеру. Питание качественное, разнообразное, очень вкусное. Есть и сыры, и рыба, морепродукты, камоны, фрукты, авторская подача блюд. Вы также можете смотреть, высокий всегда рейтинг по отзывам, реальный этот рейтинг. Это правда, потому что ни одного у нас не было ни запроса на переселение, ни жалобы никакой. Значит, с масками можно плавать вдоль острова, прекрасный спа. Значит, в спа работают болитки, то есть хороший, очень профессиональный массаж. Русскоговорящий персонал может и готов помочь в решении любого вопроса, как очень гостеприимный и доброжелательный. Всегда очень стараются. Активные отели, йога, интертейменты, всевозможные вечеринки, караоке. То есть, в принципе, остров зеленый здесь найдут себе место. И те, кто приехал спокойно отдохнуть, и те, кто приехал повеселиться, в том числе встретить Новый год в большой компании своих друзей. Еще раз повторяю вам отели. Раконс Мальдивас, это дорогой отель очень, Аяда Мальдивас. У нас сегодня его нет в презентации, но я вам обещаю, будет, потому что отель заслуживает внимания. Аяда Мальдивас, это по коралловым рифам. Один из моих любимчиков, Амари Хабуда, Полман, тоже очень люблю, тоже очень быстро становится на 100, прекрасный выбор. Меркури Мальдивас, Кудуду, но он очень дорогой. И самый такой приятный по ценовой политике в связи со специальной шикарной ценой для некстура на нашем чартере, Робиндон Клаб Мальдивас. Так, все, надеюсь, что вы записали. В принципе, вебинар будет доступен на Ютубе, в записи, поэтому всегда можете пересмотреть. Если есть какие-то вопросы, то перезвоните. Я всегда готова проконсультировать и помочь вам по любым вопросам. или на Юа Мальдивас пишите, вообще никаких проблем нет. Это нормально абсолютно, что далеко не все острова видели наши агенты. И я вам анонсирую, что мы все ждем рекламные туры. И уверена, что они в этом году будут на нашей чартерной программе. Поэтому такая возможность у нас появится. Но определенные нюансы в логистике Мальдив, конечно, с одного рекламного тура, к счастью, потому что это дает нам возможность посетить несколько рекламных туров. Нет возможности в одном рекламном туре видеть огромный диапазон островов, но понять, принять и полюбить Мальдивы однозначно такая возможность будет в наших рекламных турах. Следите за нашими анонсами. Значит, приходим к вам. Я его позиционирую, как для взрослых, который себя позиционирует 12+. Четверка доступная по цене. Бутик-отель очень маленький, спокойный остров. Всего 10 тысяч квадратных метров. Пышная тропическая растительность. Спокойный, практически никакой вот нету активности. Полный релакс. Всего 30 номеров на острове. То есть можно позиционировать его как недорогой бутик. 10 бич-вилл и остальные водные виллы. Водные виллы по 54 квадрата. То есть достаточно хорошие, приемлемые по цене. Кому можно продавать? Можно продавать тем, кто готов, во-первых, 35 минут лететь на гидросамолете. Кто хочет очень маленький совсем остров, без активности. Здесь немного будет рынка СНГ, потому что продукт не всегда, скажем так, подходящий для нашего рынка. То есть для такого полного умиротворения в пейзажах прекрасных Мальдивских островов. То есть кто хочет маленький, спокойный для взрослых по приемлемой цене, пожалуйста, дрифт будет хорошим выбором. Дальше я перехожу к двум отелям, которые, я думаю, многие из вас уже продавали. Ну, во-первых, правильное название данного отеля в Ихайлохе Айлен. Это такой топ-хит продаж, который всегда на стопе, который, знаете, все хотят, но не всем подтверждают. Потому что надо бронировать его заранее. 45 минут на скоростном катере, утопает в зелени, высокие кокосовые пальмы на территории, качели по всей территории, то есть достаточно уютные, пышная, естественная растительность. Очень много тени. Поэтому если детки где-то в процессе солнца хотят находиться в тени, то здесь, пожалуйста, в любой части острова есть такая возможность. Много шезлонгов абсолютно для всех вилл. Для снортлинга и дайвинга оборудование за дополнительную плату. Вот вам, пожалуйста, отель более простой. Ихайлохе Айлен. Вверху написано Ихайлохе Айлен. Это мальдивский отель. Он не новый, 82-го года, зеленый, значит, можно доплыть до снортлинга, но еще раз повторюсь, оборудование за дополнительную плату. 5 долларов маска, 5 долларов трубка, 5 долларов лаза. То есть или надо брать свои, или рассчитывать на то, что там придется оплатить. 150 номеров, то есть достаточно большой, ни один тип питания, отель продается на разном типе питания, ни один тип питания не включен в мини-бар. Но вода и чай, кофе в стиках бесплатно во всех номерах. Номера, это такой хороший по цене, вариант экономичного отдыха, доступного, то есть массового такой. Номера достаточно просторные. Номеров интерконнектед в отеле нет. Значит, гости, которые проживают на одной стороне острова, могут спокойно пользоваться всем островом и ходить на пляж с другой стороны. В общем, в некоторых отелях есть конкретно вот шезлонги возле твоей виллы, и дальше ты не можешь другие шезлонги занимать. Пляж песчаный, заход отличный, лежаков много у каждого номера. И есть дополнительные еще лежиджики, так как на данный остров могут приплывать day visit. То есть с кейскауса покупают за дополнительную плату посещение острова на день и вот могут пихайлохи привозить. Значит, классические номера 25 квадратных метров, береговые бунгало, сгруппированные по два номера. В данных классических номерах нет ванны. Значит, далее идут комфорт и премиум. Внешние номера выглядят одинаковых, двухэтажных блоков по номеру на каждом этаже. Значит, комфорт 27 квадратов, это береговые двухэтажные бунгало, сгруппированные по два или четыре номера. Но здесь уже есть ванна или душ, то есть и то, и то, но может быть ванна. Но данные номера комфорт, они без прямого доступа к широкому белоснежному пляжу. И дальше мы переходим к категории премиум, которая самая бронируемая, самая востребованная. Так же, как и комфорт, аналогично 27 квадратных метров, но дополнительно имеют банные принадлежности калатные тапочки. И именно от номеров премиум до Waterville самый лучший пляж и коралловый рюк. И самая свежая категория в отеле это Waterville 37 квадратов, то есть достаточно уже большой метраж такой. Самые новые, более высокого уровня, самая уютная категория. Значит, 6 Waterville слева от джеки, место, куда пребывают туристы на трансфере, с видом на закат. То есть виды на закат самые красивые и востребованные. Поэтому Waterville, их всего 12, 6 и 6 справа и слева от джеки. Вот слева от джеки самые востребованные за счет своего великолепного вида на закат. Питание, завтрак, обед, ужин только шведская линия. Да, значит, на шведской линии выбора морепродуктов нет. То есть морепродукты в отеле есть, но они за дополнительную плату. Лобстер 20 долларов плюс покушать в ресторане морепродуктов. Креветки, гриль за порцию 10 долларов плюс цена, чтобы вы просто ориентировали туриста. Значит, что нравится гостям при продаже? Ну, во-первых, отель не сильно нуждается в рекламе, потому что действительно очень глубокие стопы. Из-за благовременной, из-за ценовой политики, прекрасного кораллового рифа, близкого достаточно расположения к Мале и Зеленого острова. Чистый, красивый, много растительности. Персонал, кстати, вежливый, отзывчивый, дружелюбный. Номера чистые, хорошие, очень бунгало на воде. Красивый белоснежный пляж, нормальное, хорошее, вкусное питание, но без изысков. Спокойный, расслабляющий отдых. Какие нюансы? Сразу говорю, чтобы не было никаких вопросов при продаже, потому что надо всегда говорить правду туристам, что есть где нюансы. Достаточно старый номерной фонд, питьевая вода, номера платная. Снаряжение для снорфинга тоже платное, обращайте внимание, это не везде. И дальше мы уже будем с вами заканчивать. У нас идет крайний отель, Малахини Кудабандес. Думаю, многие из вас его продавали. Всего 10 минут на скоростном патере. Прекрасный новый достаточно отель, конец 2016 года открыт. Очень быстро доплываем. Шикарный по ценовой политике, одна из первых позиций. Хороший снорклинг. Много у нас ездили компаниями. Большими по 10-20 номеров бронировались сразу. Одни из самых лучших рифов Северный АТО. Хозяева Бандос напротив. Остров четырехзвездочный также. Хорошие морские обитатели. Значит, с одной стороны остров и песчаный заход шикарный, но когда заходишь по глубже, может быть чуть-чуть камень. Предупреждайте. То есть как каменистое такое дно. Для дайвинга хорошее место. Много экскурсий рядом с затонувшими кораблями, пещерами, каналами. Они в своей ценовой политике, в принципе, не конкурентов. Бюджетные очень. Для хорошего, спокойного отдыха, в том числе с детьми. Гости могут пользоваться за дополнительную уплату всей инфраструктуры отеля Бандос за исключением бассейна. То есть погулять на территории это можно, но если покушать, там это платно. В бассейне купаться нельзя. В отеле всего 82 номера. Отель быстро уходит в стоп. Стандартные номера, классик лун. Всего 17 квадратных метров. То есть они чистые, уютные, очень приятные по тонам. Все новенькое, но достаточно небольшие. Блочные. И они 17 квадратных метров коннекты могут быть коннект. То есть можно селить семью. Но расположены в небольшом удалении от пляжа. То есть такие самые бюджетные. Далее идут гарден. 22-24 уже больше по площади. Двухэтажные блоки. В небольшом удалении от пляжа. Расположены номера гардена просты. Интерьерными, минималистичной мебелью. Могут быть как на первом, так и на втором этаже. Делакс на первом этаже располагаются, идут уже с частичным видом на океан. И над Делаксами расположены номера Супериор. Супериор также небольшие 18 квадратных метров. Еще раз повторюсь, на втором этаже двухэтажного блока. То есть если хотят повыше с видом, то лучше Супериор брать. И самые комфортабельные бич-виллы 40 квадратов. Самые большие, отдельно стоящие береговые бунгало. В принципе, также абсолютно все категории номеров в Малахине популярны и бронировны. Начиная от 17 квадратов, заканчивая до 40 в бич-виллу. Поэтому тут уже смотрите по ценовой политике. Хороший спа-центр в отеле, тренажерный зал. Значит, какие цели мы выделяем? Ну, в первую очередь, это хорошая ценовая политика. То есть, в принципе, зачастую это от Малахине Куда Бандес. Стартует отель категории 4 звезды. А чаще и тройки могут быть дороже, чем Малахине Куда Бандес. Рядом с аэропортом всего 10 минут, круглосуточный катер. Прекрасный тихий остров. Хороший менеджмент Бандеса, дружелюбный. Цена, качество. Атмосфера приятная. Разнообразные виды спорта. В питание все включено. На что обращаем внимание? Нет водных вилл. На территории для такого отеля достаточно высокие цены на дополнительные услуги. Поэтому рекомендую изначально брать все включено. Или при полной пансион. При хабборте или фуллборте напитки не включены. И также обратите внимание, что нет бассейна в отелях. В Бандесе бассейном пользоваться нельзя. То есть, будет отель без бассейна. В принципе, уже по времени будем заканчивать. Любые вопросы пишите, пожалуйста. Мальдивы не дешевое направление. Огромный диапазон выбора отелей. Поэтому, пожалуйста, рассмотрите наши вебинары, если у вас есть возможность записи, чтобы быть максимально подготовленными к сезону. И уже исходя из ваших продаж мы будем выбирать, кто полетит с нами на Мальдивы. Мальдивы очень благодарное направление продаж. Единожды получите постоянного клиента, который будет каждый год, как наркоман, в хорошем смысле этого слова, приходить вам со своими деньгами и просить еще и еще попасть в этот рай на земле. Благодарю вас за внимание. Ждем вас на следующих вебинарах. По правилам въезда, пожалуйста, у нас беспечные подорожи. Важная информация. Все расписано. И про бассейн, которые уже вакцинированы. Самая актуальная информация. Проверьте, пожалуйста. Я с вами буду прощаться. Спасибо вам большое. Желаю вам порушек продаж. Ждем ваши заявки. И я надеюсь, что вы хоть чуть-чуть полюбили так же Мальдивы, как люблю их я. И будете их классно продавать. И желаю вам самых обеспеченных клиентов, которые будут покупать данное прекрасное направление. Мою любовь и, надеюсь, ваше будущее. Поэтому до встречи в рекламниках и до встречи на следующих вебинарах. Спасибо.